Сегодня я покажу свою нейросетку, которая умеет писать песни Шуфутинского. Такой страны подводки у меня еще не было. Можно ввести, сколько она будет слушать, дальше сколько она допишет сама. Все, ребят, разоблачение. Я создал Витаса. Третье сентября, день прощания. Всем привет! Я люблю мем про 3 сентября. Какой бы он доставучий ни был, он все равно добрый, такой приятный. Каждый год все вместе собираемся. Но песня конкретно так поднадоела. У меня даже есть доказательства. У меня есть мое сообщение ВКонтакте. И вот после 10 лет накопления в себе этой боли, я решил пойти другим путем и создал Шуфу Бота. Сразу извиняюсь за кривой код, я не программист. Я сам до конца не понимаю, как оно работает. Но я это снимаю в День знаний, 1 сентября, поэтому как настоящий учитель, хоть сам нифига я не понимаю, буду вам объяснять. Итак, цель у меня была простая. Создать нейросеть, которая сможет переписать 3 сентября, которая всем уже надоела. Для этого она должна впитать русский шансон, должна слушать Шуфутинского, Круга. Пускай даже отсидит. Главное, чтобы прочувствовала. А дальше выдала нам, первое, аккомпанемент. Второе, текст. Сам бы я с таким не справился, поэтому я по подсказке приятеля своего набрел вот на уже готовую нейросетку OpenAI Jukebox называется. Jukebox это такие машины в Америке стоят, куда деньги пихаешь и выбираешь там из Summer of 69, Life is a Highway и Mariah Carey любую вашу любимую песню. Примерно как в России в караоке. Можно выбрать что угодно, что вам нравится, если это Leps. У нее даже есть какой-никакой интерфейс. Вот смотрите, слева код, а справа код. Справа рамочки, в которую можно что-то вписывать, и оно в код добавляется. Интересно, Гарри Поттер знал этот язык, на котором со змеями говорят. А Python. Суть этой нейросетки в том, что она умеет продолжать песню. Причем смотрите, какие здесь есть параметры. Можно ввести сколько она будет слушать, дальше сколько она допишет сама. Выбрать артиста, на которого она будет ориентироваться. А ее уже обучили на, там, по-моему, 300 разных артистах. Выбрать жанр и температуру сэмплинга. Это параметр близости к оригиналу, где единица — это полный хаос. И примерно 0.95 — это практически один в один песня, как она и была. Но мне-то надо было, чтобы робот прям конкретно так обучился и написал целую песню. В шансон просто так не пишется. Там надо прожить. В общем, в ходе экспериментов я установил, что есть способ. И тогда она сможет прослушать не одну песню, а аж три, загруженных на Google Диск. Но больше трех у меня не получилось. Поэтому надо было выбрать три песни, на которых она будет обучаться. Вот какое обучение я ей сделал. Первый круг. Круг. Второй круг. Хоп, мусорок, не шей мне срок. Я даже говорить ничего не буду, сами шутите. Ну и третий, собственно, Шуфутинский. 15 секунд будет слушать, потом продолжать. Выберите артиста. Здесь надо было выбрать еще артиста, на которого нейросеть будет опираться из библиотеки, которая была загружена. Что-то она тут вначале импортирует, какие-то библиотеки открывает. Ну и бог с ней. Я выбрал самое похожее на Шуфутинского — Джонни Кэши. Давайте, спорьте со мной. И выбрать жанр я выбрал софт. Ну что же, запускаем. Дальше текст. Ну, так как эта машина умеет понимать только безнравственную латиницу, а наше родное кириллическое искусство понять не способно, то просто убираем и запускаем пустую. Собственно, здесь я все сказал. Только давайте добавим... У нас же программа сидевшая. Давайте добавим все-таки это. Купола. Ed Doms. В смысле нет такого? Так уж и быть не буду вас заставлять ждать 4 часа, пока она все это сделает. Я создал проект в Лоджике, где у нас будет оригинал. Господи, какие у меня тут странные картинки. И теперь загрузим сюда все, что сделал бот. 3 сентября. День прощания. Зачем я это сделал? Спасибо за перегруз. Да, если кто не знает, что это у меня за такая невероятно красивая кофта, и вы думаете, господи, где ты ее купил? Я ее купил, друзья, в Мам Купи. Так и сказал. Мам, купи. Ну, так как я уже взрослый, мама мне сказала, пошел нафиг, сам покупай. И я сам пошел и сделаю это. Ладно, слушаем. Чтобы вас не мучить, я вам просто сейчас включу хайлайты из того, что я тут найду интересного. Погнали. Мне надо вейп, а вам надо сыр? Да, это для вас все быстро. Я тут часами сижу, это обслуживаю. Тьфу, отслушиваю в смысле. Знаете, я подумал, давайте текст напишет другая нейросеть. Все, ребят, разоблачение. Я создал Витаса. В общем, прослушав все варианты и дубли, которые сделала нейросеть, я выбрал один максимально нормальный. В нем, как вы потом услышите, все равно аккордовая прогрессия в куплетах и в припеве отличалась принципиально, и тональность тоже. Причем никаких приемов, обозначающих модуляцию, там не было. Но, как бы, что сделано, то сделано. Теперь давайте перескочим к тексту. Ну что ж, теперь текст. Знаете, это оказалось самой сложной частью, как ни странно. В интернете есть бот, можете найти, его так и загуглить. Лирикс-бот называется. Бот, который умеет писать текст на основе другого текста. Причем текст стихотворный. Но, во-первых, у него были проблемы с кириллицей. К счастью, я на форумах нашел открытый код человека, который переписал этого же самого бота, только под кириллицу и, самое главное, под русские рифмы. Как он сам сказал, он воспользовался библиотекой Яндекса, которую ее выкладывали, когда делали бота, который пишет стихи в стиле Пушкина. Там обычный бот на Пайтоне, и он мне выдал текстовый файл, который выглядит вот так. Для удобства я разделил все на абзацы по рифмам. Я считаю, что на этой версии мы не остановимся и все-таки продолжим делать что-то более осмысленное. Ну, слушайте сами. Все у нас было так. Что-ни-что, как-никак. Споров нет, рифма отличная. Смысл страдает. И, кстати, судя по лексике дальше, я понимаю, что это явно не только на Пушке не основано. А, вот. Все, я понял. Автор использовал автопоэта. Популярные поисковые запросы. И дальше самая вишенка на торте – это припев. Вы готовы... Блин. Первое сентября. Скоро в школу. Красил стену натуральный блондин. Как бы я теперь не старею. В кафе шифоньер я совсем один. Первое сентября. Скоро в школу я бы оставил. Остальное нафиг убираю. Я скопировал весь текст первого сентября. И сейчас будем делать следующее. Есть такая штука, как генератор стихов. Он умеет полностью что-то писать, но это полная лажа. Я уже пробовал. А вот если он будет рифмовать по одной фразе, то это уже намного интереснее. Схема следующая. Так как он фразы рифмует без каких-то стихотворных размеров, он просто на фразу выдает фразу полностью в рифму. Мы берем первую фразу. Все не то, все не так. Вставляем в бота. То тихий шаг, то суета. Копируем. Вставляем. И заменяем первую строчку полной рифмой на нее. Таким образом мы, по сути, заменили ее саму. Ну что, ребята, я ненадолго от вас ушел и за это время сделал... Хотя нет, я ничего не делал. За меня все сделал бот. Бот сделал текст. В итоге ботом, который просто рифмует фразы, я написал куплет. А вот припев я решил отдать боту, который собран из Пушкина и из Яндекс.Поиска. Вот такой вот текст был написан, а после этого осталось только записать вокал. Я уже было потянулся к микрофону, а потом вспомнил, что сегодня самый лучший ролик, потому что мне не надо делать ничего. Я просто загружаю это в бота. Допустим, бота Максима, он это все дело читает. И, собственно, на этом, как бы, мои полномочия все. Но потом я увидел, что этот нейросеть, которая тексты для припева пишет, умеет еще и читать текст. Поэтому, естественно, я воспользовался ее встроенным синтезатором речи. Я календарь переверну, на гранте фары не горят, на фото я твое взгляну, устроить дочку в детский сад. Вот дорожка бот-аутпут, это как раз-таки то, что получилось. Как видите, я, как видите, немного в процесс мне все-таки пришлось смешаться и вручную это все подрезать, чтобы оно хотя бы было в ритм. Я не нашел бота, который сможет взять и это сделать. Хотя в теории такого написать можно. Осталось это только свести. И угадайте, как я буду это делать? Да, вы правильно меня поняли. В телеге есть бот, который умеет сводить треки. Скинем ему эти три дорожки и посмотрим, что он нам отправит. А, понял, принял. Окей, давайте другого. Мой коллектив талантливых звукорежиссеров. Ребята, блин, это не то, мне бот нужен. Нормальных ботов для сведения, короче, нет. В который раз убеждаюсь, что самый лучший в мире бот это вот этот Изи Сапс подписки бот. Если вы не знаете, что это такое, то как вы до сих пор не знаете, что это такое? Это мой бот, который вам позволит вообще все свои подписки и на Spotify, и на Netflix, и на PS Plus, и на YouTube Premium продлять, несмотря на уход этих сервисов из России. Прямо по карте, прямо официально все, прямо внутри Телеграма, еще и с чеком, и с гарантией. И цены у нас, ё-моё. Отличная нативная реклама получилась, покупайте подписки через моего бот. Ладно, вернемся от бизнеса к творчеству, да? Хотя, блин, какое творчество? Я же ничего не делал сегодня, я забыл, извините. Тогда давайте вообще сводить не будем. Просто я по-быстрому, по громкости там накидаю, ну и хотя бы чуть-чуть по эквализации, чтобы одно на другое не налезало, не перебивало друг друга. И на этом все. Посмотрим, что там вышло. Сразу говорю, это не русский, не английский, не немецкий. Это какой-то вообще выдуманный язык, который бот сам придумал на основе того, что он услышал в песнях «Круга». То тихий шаг, то суета, и звезд мерцающих игрок сияет. Не задавайте вопросов, пожалуйста. Я сам в шоке. Сам не знаю, что это такое. Сразу изменилось все резко на припеве. Что такое бушлат? Мне становится страшно. Мало того, что бот пишет музыку, пусть пока, пока и странную. Так он еще и слова знает, которые даже я не знаю. Ладно. Пчелы в улье не гудят. Пираньи. Не знаю, меня вынесло. Пчелы в улье не гудят. Пираньи. Пираньи. Комната густарна, пожарен. Окей. Перепев. Я календарь переверну. На Гранте фары не горят. На фото я твоим взгляном. Устроить дочку в детский сад. Но одними. Но одними. Тусовка Крокоса с ПП. Клей, запах клей берез. 2 сентября. Красивое завершение. Что такое клей березы? Что-то из токсикомании, видимо. Знаете, вот кроме шуток, был в BT один момент, который меня реально зацепил. Вот здесь вот. Знаете, во-первых, он прикольно звучит. Во-вторых, там реально красивые гармоники. А еще он мне чем-то напомнил вокал. 21 Pilot, особенно из альбома Vessel. Я в шоке, если честно, немного нахожусь. Я сам такого не ожидал. Я думал, что получится какая-то нелепая фигня. Я скажу, ну, у бота не получилось. Сейчас мы тут на пианино отправили это, поля, все сами напишем. Но я не делал ничего. Я просто дал боту. Вот он составил эту одну аудиозапись. Я взял ее целиком. Он написал текст сам. То есть он мог и куплет ведь написать. Это я решил, что забавнее будет, если я попробую двумя способами. А я просто подставил по ритму вокал. Ну, вокал. Потому что нет ни одного бота, который бы умел это делать. Но написать его это вот так вот просто. Один день, по сути. Это так странно. Осознавать, что это полностью написал робот. Что это... Это же... Смотрите, он же не взял и не... Ой. Этой странной ноте давайте на сегодня завершим. И, пожалуй, увидимся с вами очень-очень скоро в следующем видео. Пишите, если хотите, еще экспериментов таких музыкальных. Или хотите просто снова реакций. В общем, всем пока, ребята. Привет, я инопланетный кузен Антона. Если вы прямо сейчас не подпишитесь на его канал, то мы своими лазерами вам что-нибудь отрежем. Подписывайтесь.